Добро пожаловать на первой из серии фильмов, посвящённых механизму управления, который мы имеем в системе Windows 2008 под названием GPO. Этот механизм GPO, он настолько навороченный, что у нас несколько фильмов. Не один фильм или два, а несколько последовательных фильмов, лишь просмотрев которые в соответствующем порядке, вы сможете хорошенько уяснить себе, что такое механизм этот GPO. Сейчас это первый фильм, который посвящён знакомству с идеей GPO. Что мы имеем в виду, когда мы говорим GPO? Мы имеем в виду Group Policy Object. Принцип тут заключается в создании объекта, относящегося к группе объектов, который представляет собой определённую политику между этими объектами. Теперь подробнее. GPO — это механизм в Active Directory, который позволяет сетевым администраторам управлять деятельностью и возможностями пользователей, компьютеров и программ, которые у нас есть в сети Active Directory. Это очень гибкий и точный механизм. Точный или точечный в том смысле, что он нам позволяет сойти на уровень отдельного пользователя, компьютера или программы. Под механизмом я подразумеваю программу, которая встроена в Active Directory, которая позволяет мне действительно управлять возможностями и деятельностью пользователя, аппликаций или компьютера в сети. Я хочу подчеркнуть то, что это инструмент, который имеет одни из сильнейших возможностей в Active Directory. И без сомнения, каждому сетевому администратору, который работает с Active Directory, необходимо хорошо знать этот механизм. С этим инструментом придется работать очень много. Теперь подробнее о том, когда я говорю, что такое управлять возможностями и деятельностью пользователей. О каких объектах мы, собственно, говорим? Мы говорим о настройке GPO в Active Directory. И эта настройка может касаться, например, отдельного пользователя или же группы пользователей. Она может касаться отдельного компьютера, сервера или же PC, рабочей станции пользователя, и даже группы компьютеров. Или же эта настройка может касаться даже отдельной программы, которая находится на определённом компьютере, или же которую использует определённый пользователь. Внимание! То есть у нас есть власть над широким диапазоном объектов в сети Active Directory. Пользователи, группы, аппликации. То есть подлинно власть над свойствами, над возможностями и деятельностью, например, пользователя. Я понимаю, что всё-всё ещё звучит слишком общее. Что такое возможность и деятельность? Так что давайте рассмотрим примеры, о каком характере управления пользователем или аппликацией идёт речь. Например, у нас есть возможность руководить тем, какие аппликации сможет задействовать пользователь, а какие не сможет. Или же мы можем управлять тем, какая аппликация сможет быть установлена, а какая не сможет быть установлена на определённом компьютере определённого пользователя. Или же, например, какие принтеры сможет видеть пользователь, присоединившись к компьютеру. Я могу, например, скрыть определённые иконки с рабочего стола для какого-то пользователя, или же наоборот представить ему определённые иконки.